Добрый вечер, дорогие телезрители! Мир вашему дому! Мы продолжаем размышления над Священным Писанием. Я верю, что Божье Слово живо и действенно. И когда мы принимаем Божье Слово в наши сердца, оно производит действие благословения для нашей жизни. А также Слово Божье, оно преподает уроки нам, как правильно нам прожить жизнь, данную нам Богом. Сегодня я хотел бы представить нашему совместному размышлению одну притчу Иисуса Христа, которая записана на страницах Святой Книги Библии Евангелия от Луки. Эта притча называется «Притча о блудном сыне». Ее еще называют по-другому «Возвращение сына» или «Притча о любящем отце». Итак, Иисус Христос преподнес эту притчу, рассказал эту притчу как урок жизни, от которого мы сегодня можем что-то поучиться. Евангелие от Луки, 15 глава, я читаю с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу своему, «Отче, дай мне следующую часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил пред небом и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Аминь. Что такое притча Иисуса Христа? Притча – это не просто быль, это, возможно, иногда один рассказ, который составлен из нескольких жизненных примеров, но он актуален, и в нем заложены уроки жизни. Эту притчу Иисус Христос сказал кому? Людям, которые слушали проповедь Иисуса Христа. С того времени прошло уже около двух тысяч лет, но эта притча, она актуальна и сегодня. Давайте мы немножко вникнем в эту притчу. Вы знаете, если вы зайдете в Эрмитаж, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, то вы увидите там картину известного художника Рембрандта. И этот художник нарисовал картину, которую он так и назвал «Блудный сын» или «Возвращение блудного сына». На этой картине так ярко показано отца, который долго ждал и от тоски, может быть от стресса, даже ослеп. И он обнял и плакал и целовал сына, возвращающегося домой. Эта картина нам открывает сущность Евангелия или послания Иисуса Христа. Иисус Христос сказал, что у одного отца было два сына, старший и младший. Старший был послушным сыном и делал все, что говорил ему отец, а младший, он был дерзкий парень, он был непослушный. И когда повзрослел, он очень и очень дерзко поступил. Однажды придя к отцу своему, он сказал «Отец, дай мне часть имения моего». Знаете, я задаю вопрос, а что просил этот сын у отца? Ну если бы я был на месте отца в этой притче, то я бы сказал ему следующее, или бы ответил на его вопрос приблизительно так. Все, что ты принес в этот дом, можешь взять, сынок. Я думаю, что сыну пришлось бы отдать то, что и имел, даже одежду снять свою. Потому что взрослее дети только получают от родителей. Они получают любовь, они получают заботу, мать отдает свое здоровье, родители отдают финансы, они кормят, они заботятся, они отдают часть своего здоровья в воспитании. Но не всегда получается то, что мы ожидаем. Каждый родитель, он ожидает, что дети повзрослеют, станет как-то легче, и даже придет время, когда дети будут помогать родителям. И это прекрасно, и в этом заложена сущность Божьего послания для семьи. Но часто не всегда так происходит, как мы ожидаем. Часто ожидания наши разочаровывают нас. Точно так же разочаровал отца этот младший сын. Дай мне часть имения моего. Иисус Христос рисует отца, богатого и состоятельного отца, которому было что дать сыну. И он сделал так, как просил этот сын. Если я себя ставлю на это место, на место этого отца, то я не знаю, что я бы дал ему. Если смотреть по справедливости, то он ничего не заслужил. Он ничего еще не заработал, он только получал. Но отец, отрывая от себя, он дает ему немалую часть своего состояния. Сын взял это состояние и гордо хлопнул дверью, ушел из семьи. Недавно у меня была беседа с одной семьей. В этой семье был приемный ребенок. И приблизительно так же, как этот блудный сын, этот ребенок хлопнул дверью, собрал свои вещи и ушел из дому. Когда я беседовал с этими родителями, то я задал им вопрос. Почему вы позволили ему забрать то, что он не принес? Ведь все, что этот ребенок забрал, вещи свои, ведь это ему было дано или подарено или куплено для него. Но если ты посчитал себя уже взрослым, то живи по-взрослому, отвечая за свои поступки. Но отцовская любовь, она часто безгранична и слепа. Эти родители отдали все, что ребенок хотел. Но счастливый конец в этой семье тем, что немного этот ребенок жил своей жизнью. Пришло время, и он возвратился с покаянием и сказал, вы хорошие родители, простите, я это не понимал. Точно так же произошло в жизни этого сына, но не сразу. Вначале деньги, потом друзья, разгульная веселая жизнь. Но у денег есть такое плохое свойство заканчиваться. А вместе с финансами заканчиваются и друзья. Библиянин нам не описывает, сколько прошло времени, не уточняет какие-то подробности, но просто открывает, что пришло время, когда деньги, друзья, закончились, а еще в той стране, куда он уехал, настал великий голод. И он стал нуждаться и искать, искать работу, как-то надо прожить, не сразу пришло смирение, не сразу пришли мысли, не сразу пришло правильное желание. И он устроился на работу. Наверное, не все было еще потеряно в его жизни. Но работу, которую он способен был найти, он стал пастухом свиней. В свете иудейской культуры Христос показывает нам следующее, что этот молодой человек упал на самое дно жизни, потому что иудейской культуре не просто унизительно кушать свинину, даже прикасаться к свиному, но здесь Христос показывает, как низко упал этот человек. Более того, он не просто паст свиней, он мечтал о том, чтобы кушать вместе с свиньями, но и это ему не было предоставлено. Знаете, что по-особенному мне нравится в этой притче, в этой притче мне нравятся следующие слова. «Придя же в себя», сказал. Где же он был до этого времени? Вы знаете, я думаю, что в этой картине Иисус Христос показывает, что человек теряет сущность свою, как самого себя, свое предназначение. Теряя взаимоотношения с родителями или с отцом, он теряет самого себя. Но Христос говорит, «Придя же в себя», как бы образумил, и он начал размышлять, он начал реально думать, он начал вспоминать. Знаете, трудности, иногда они нас ставят на дорогу жизни. Трудности, иногда они нас ставят в колею жизни. Они нас иногда корректируют от того, что иногда нас уносит из пути жизни. Иисус Христос сказал, «Я есмь путь истина и жизнь». И всякий, кто приходит ко мне, не будет нуждаться. Многие люди сегодня имеют проблемы только потому, что они ушли от пути, который является сам Иисус Христос, и пошли по обочинам, к уветам и бездорожью жизни. И поэтому они, как то животное, которое облеплено разными колючками, потому что не знает правильного пути. «Придя же в себя», он сказал, что он сказал? Он начал разговаривать, как бы сам с собою, «Сколько рабов или подчиненных, или наемникам в доме моего отца?» «То есть в доме моего отца есть слуги, подчиненные или рабочие, но они лучше живут, чем я, имея отца. Сегодня сам стал наемником, но плохим наемником. Он упал на самое дно жизни, и он стал пасти свиней». Знаете, здесь Иисус Христос показывает какое-то разочарование жизни. Знаете, пасти коров, пасти овечек и пасти свиней – это большая разница. У предыдущих животных, которые я сказал, такие как коровки или овечки, это благородные животные, у них есть стадный инстинкт, и они держатся кучки, и за ним просто им нужно предоставить пастбище, и если есть еда, они спокойно, дружно щипают травку, а потом ложатся и переваривают скушенный. У свиньи нет этого стадного рефлекса или инстинкта. Свинья голодная, она визжит, кричит и бегает вокруг, даже кусает друг друга. Но когда свинья покушает, и она сытая, то она начинает бегать, искать болото и грязь. И вот Христос хочет показать этой притче, что происходит с теми людьми, которые оставляют правильный путь жизни с Иисусом Христом, или с Богом Отцом. Они уподобляются пастуху, пасущему этих нечистых животных, свиней, которые сами мечтают залезть в грязь, искупаться в грязи, и они туда втягивают и своего пастуха. Их трудно собрать в кучу, их трудно пасти, и за ними трудно ухаживать. Более того, на основании Библии, Ветхого Завета и иудейской культуры, это нечистые животные. Вот как низко пал этот блудный сын. Но он пришел в себя. Он начал размышлять, что я имел, и к чему я пришел. Что я мог иметь, и что я потерял. От чего я ушел, и к чему я пришел. Вы знаете, это очень важный вопрос. Это посыл Иисуса Христа. Часто люди не задумываются над тем, от чего они уходят, и что они оставляют, и что они теряют. Эта притча нам открывает Отца. Пример Отца, или прообраз Отца, это Бог Отец Небесный. Мы молимся в молитве «Отче наш», и мы говорим, «Отец Небесный, Отче мой Отец». Но этот мир Иисус Христос разделяет на две категории. Как два сына, старший и младший, послушный и дерзкий, так мир разделяет Библия на две категории. Люди, которые слушают Отца Небесного и живут в послушании. Да, может быть, у них нет такого веселья буйного и развратного, но у них есть сытый желудок, у них есть порядок в жизни, у них есть труд, у них есть служение, и у них есть отцовское благословение и наследие. Друзья, всякий человек, который уходит от Бога, его ждет свиное корыто. Он пришел к тому, что он мечтал, чтобы покушать вместе с свиньями из этого свиного корыта, свиные рожки. Он хотел набить свой желудок этим, но и это не было предоставлено ему. Этим примером Иисус Христос показывает жестокость, суровость греха. Грех он никого не жалеет. Грех он имеет свойство разрушать жизнь человека безжалостно, не щадя никого. Сколько людей сегодня оказалось на обочине жизни, образно говоря, как у свиного корыта. Недавно возвращаюсь я с работы, и я увидел девушку красивую, симпатичную, но под действием греха, алкоголя, она вся была испачкана. Она сидела у бордюра, испачкана, и люди проходили, смеялись и отворачивались от нее. Я подумал, ведь это чья-то дочь, ведь это, возможно, чья-то мама, ведь это просто человек, созданный Богом. Для этого ли создал человека? Для такого ли образа жизни Бог создал человека? Но Бог дал каждому человеку свободное волеизъявление, право выбора. Каким путем я пойду? В этой притче Иисус Христос показывает, что Отец даже не уговаривал его, Он дал ему право выбора, и этот человек сделал право выбора. У каждого выбора есть последствия, добрые или плохие, правильные или неправильные. Он сделал этот выбор. Стоит еще один важный вопрос. Почему он ушел из дома? Почему он ушел из дома? Ведь все есть, все прекрасно. Богатые столы, одежда, спокойствие, даже чувство достоинства. Но он ушел из дома. Перед каждым юношем стоит выбор, и даже Божий порядок подразумевает то, что человек взрослее, он должен уйти из дома. Иисус Христос или Библия нам открывает следующие слова. Оставить человек отца и мать. Он должен в определенное время оставить, чтобы строить семью. Но важно всему свое время и место, и порядок. Можно уйти из дома с благословением отцовским, Можно уйти из дома, когда ты уже повзрослев, принимаешь на себя ответственность главы семьи, если мы говорим о мужчинах, о сыновях. Я помню, когда мне пришлось оставить отцовский дом, потому что я стал взрослый, и я начал строить свою семью. Сегодня я счастливый человек, потому что у меня есть супруга, жена, трое детей. И я также стал отцом. И я теперь больше понимаю сердце своего отца, когда я тоже делал не все правильно. Отца и мать оставит человек. Но я помню то время, когда отец благословил. Я живу в христианском образе жизни. Я чту Библию и хочу вам советовать. Возвращайтесь на дорогу, на дорогу, в которой есть Божье Слово, Святая Книга Библии, и старайтесь то, что мы говорим, читаем, слушаем, нужно это исполнять. Для меня очень важно родительское благословение. Младший сын ушел без благословения. Одна из причин, почему он потерпел фиаско, у него не было правильной мотивации. Почему он ушел из дому? Дома есть порядок. Ему надоел этот порядок. Ему хотелось свободной жизни, беспорядочной жизни. Уехать из дому он не хотел учиться. Он не хотел быть под авторитетом. Ему хотелось просто веселья и без контроля. Это симптомы незрелого человека. Он хотел жить в своем образе жизни. Наверное, он устал от отцовского наблюдения. Наверное, он не хотел, чтобы его кто-то контролировал. Наверное, ему иногда отец говорил, сынок, это не делай. И ему казалось, что так правильно, что то, что он делает, и решение, которое он принимает, это хорошее решение. Но это ему казалось на первый взгляд. Почему сыновья уходят из дому? Да потому, что они думают, что они повзрослели. Но фактически они нуждаются еще в отцовстве. Ему захотелось уделить время друзьям, и были неправильные приоритеты. Для него оказались более ценными друзья, чем отец родной, который родил его, воспитал, и для него он действительно был дорог. Но мы видим конец этой истории. Она заканчивается тем, что однажды он пришел в себя, и он сказал сам себе, что я сделаю? Я встану, я пойду к отцу моему, и я покаюсь. Мы видим, что Иисус Христос открывает нам сущность покаяния. Покаяние заключалось в следующем. Он сказал, я скажу отцу своему, согрешил я пред небом и пред тобою, пред Богом и пред родителями. И он так сделал. Он пошел, он возвратился в семью. И вы знаете, здесь эта картина, эта притча открывает любящего отца. Отец ожидал его. Этот художник Ребренд, он нарисовал в этой картине отца от тоски, постаревшего очень сильно и даже потерявшего зрение. Он каждый день выходил и смотрел на тропинку, когда же возвратится сын. Здесь открывается сердце отца. Он верил, что справедливость восторжествует. Он ожидал. И однажды утром он увидел возвращающегося сына. Это несмелая походка. Он узнал в нем своего сына. И он покаялся. Он принял его. И безусловно отец принял его, потому что он видел его сердце. Дорогой друг, сегодня в образе отца остается наш Отец Небесный, который любит каждого человека. И так много сегодня блудных сыновей, которые оставили дом отца, которые оставили Бога Всевышнего и пошли своим путем. Сегодня это послание, проповедь моя или передача проповеди Иисуса Христа. Возвращайся. Бог Отец, Он ждет тебя. У Него есть благословение для тебя. Он хочет дать тебе лучшую одежду. Одежду праведности, одежду мира и одежда любви. И только в доме Отца ты будешь полностью счастлив. Бог Отец, Он вездесущий Бог, и Он любит тебя. И Он готов принять. Даже в оборванной одежде Он готов принять. Возвращайся к Иисусу Христу, и Он примет тебя. Я желаю вам обильного Божьего благословения. Помните, Бог ждет вас. Аминь.